Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World The Game. Мы в гостях и не просто так. В общем-то, большинство из нас оказалось правыми, потому что наш новый супер-пупер-мега-гибрид, ребятки, это всё-таки гибрид диплататора и сарказуха. И основным здесь выступает, ну, скажем так, диплататор, потому что именно из этого существа берётся сороковый уровень. Да, вот нажимаем тут гибрид, а супер-ДНК у нас как раз сарказуха. Вот такие вот, в общем-то, дела, ребятки. Так что, ну, как обычно, то есть ДНК сарказуха нужно зарабатывать, а диплататора сорокового нужно принести в жертву, ребятки. Вот такое вот существо. Так, но здесь он уже готов, и давайте будем на него смотреть. Вот так вот выглядит это существо. Честно говоря, я ожидал немножко другого. Вот как бы голова-то вроде как такая, вот туловище как-то вот странно он выглядит. Диплататор вообще-то, как по мне, намного круче. Ну, давайте сейчас смотреть на дальнейшие уровни. Так, стоять, давайте, десятый, 1700 на 700, то есть это уровень обычной легендарной амфибии, там, да, а-ля сарказух, чуть-чуть только помощней. На десятом уровне, да. На двадцатом уровне диплазух, так, кстати, зовут. Вот диплазух, у нас был саркататор, ну да, звучит как-то как саркататор. Саркататор звучит не ахти, да, если взять начало от сарказуха, то диплазух, это очень, в общем-то, логично, так я и предполагал. Да, теперь у нас 2200 на 933, это, наверное, как у самого диплататора где-то там рядом. Так, дальше идем. Тридцатый левел, 2773 на 1172, в общем-то, ну, тоже особо, короче, не изменился, да, но, как обычно, чуть-чуть раскраска меняется. И давай на максимальный уровень, о, я уже тут вижу, тут рожки есть. О, ну, вот это уже что-то поинтересней, да, в смысле он стал хоть каким-то таким более необычным. Ну, не знаю, диплататор мне, наверное, даже больше нравится все-таки, чем этот крокодильчик, но, но неплохо. Да, в общем-то, на 40-м уровне довольно хорошо, ну, как-то не хватает ему красок. Наверное, надо, когда я буду делать картинку, надо его приукрасить. Здесь еще прикол в том, что вот эти вот, туман, туман имеется, блин, а как же это его, от него избавиться, от этого тумана? Он же должен как-то временами, по-моему, исчезать или под каким-то углом тумана не должно быть. Вообще напоминает до какого-то, то ли китайского дракона, то ли какого-то монстра. Есть такой монстр в Monster Legend, там такой вот черт, чертик огненный, но не барбатос, именно с такими большими рогами. Он мне вот его напоминает. Смотрите, видите, по-моему, я такого не замечал, он шевельнулся, и вот там вот на земле появились вот такие вот штуки, типа следы грязи. Так, а ну давай. Блин, ну резкости не хватает, не знаю, посмотрим, что я в фотошопе смогу сделать. Может резкость так как-то наведется, контраст. Контраста добавить. Ну я помню, что такое же были такие приколы, то есть я... То есть это, а вот крупным планом, да, вот мол, как бы резкость есть. Давайте настройки, игровой процесс, музыка и фоторежим. Ну, так, ракурс, конечно, не ахти, блин. Если я отдалить, что он как бы весь, короче, замылиться как-то. Вот так вот, ну... Ну, такая вот у него голова, страшная и ужасная, да. Ну что, ребятки, давайте про него сейчас прочитаем. Так, диплозух означает двойной крокодил. Кстати, довольно-таки неплохо, хорошо расшифровывается. Такое имя отлично подходит этому яростному гибриду, согласен. Дальше идёт. Благодаря чуть более длинным лапам, не вижу более длинных лап, диплозух передвигается по суше куда быстрее обычных крокодилов. Да, знаете, обычные крокодилы, которые не такие вот большие жирные, они тоже очень резво бегают. Они могут приподняться над землёй, это уже там, когда они сильно толстые, то им тяжело это сделать. А так они по молоду тоже бегают неплохо. Диплозух редко сам роет норы, вместо этого он захватывает те, что вырыли другие существа. Интересно, какое же это существо по размерам сможет вырыть нору, в которую поместится диплозух? Ещё, чтобы там ещё развернуться можно было. Вот это как-то, по-моему, непродумано. Так, иногда диплозух даже точит свои когти, что свидетельствует о высоком уровне интеллекта. Ну, как бы, а с чего бы это ему быть более высокоинтеллектуальным, чем крокодил? Ну, это только если через диплозатора он взял гены, гены татара, какого-то, ирритатора, да, у нас там диплокаулис плюс ирритатор, да, получился диплозатор. Ну, то есть, если он взял гены, то есть, динозавров. Динозавры это всё-таки более высокоразвитая ступень, чем амфибии. Ну, а так, особо быть умным ему, в принципе, неоткуда. Здесь у него в прямом, короче, в прямом родстве у него нету, короче, динозавров даже. Так, ну, вот такой вот у нас получился, крокодил. Я крокодил, крокожу и буду крокодить. Да. Это как раз отлично подходит сюда, вот это, да. Я бы её вставил, музычку эту, ребята, но я буду это видео без рендера делать, кстати. Ну, вы там сами включите на ютубчике, да, песенку. Я крокодил. Вот такой. Ну что, давайте будем тогда идти сражаться. Посмотрим, что у нас тут есть по турнирам. О, ребята, мы ещё успеваем заглянуть вот куда. А, давайте вот сюда мы заглянём, сделаем вызов. Возьмём амфибии. Так. Ну, как видите, он у нас... Какой... А, ну, смотрите, здесь вообще-то уровень ещё слабенький. Ну, в смысле... В смысле, уровень амфибий. Не такой уж. Ну, давайте вот так будем смотреть на 20-го, 30-го и 40-го. А потом пойдём уже ещё поповыпаемся данным существом. Так, ну, вот здесь он выглядит уже повеселее, да, как бы, когда нет тумана, вот, видно, видны краски и все дела. У нас всего лишь второй уровень вулкана. А значит, мы, короче, тута... Сможем немножко повоевать до того, как нас съедят. Ну, да, тут вулканчика съесть, можно крокодильчику на целый год наесться. Ну, челюха у него очень слабая, вот, посмотрите, как бы, у саркозуха челюха была потолще. Как по мне. То есть он стал, не знаю, вообще каким-то рыбоядным, что ли. Больше на гавиала стал похож. На гриппозавра, там. Или гриппозуха, как-то мало. В Jurassic World Alive у нас есть такой крокодильчик. Так, минус один. Ну, давай-давай, у нас самый жирный крокодильчик еще впереди. Так, он так и нас пробил. Три, 343, у него 44, но это караул. Ну, он сейчас нас в ответ пробивает. На 4 балла и... Ну, и нормально, мы пойдем дальше сражаться. Не будем здесь тратить времени. Так, что нужно, ребятки, голосовалку устроить, да? Что больше нравится, диплотатор или диплозу? Так, ну, в общем-то, отлично. Мы тут, короче, немножко посражались. Так, ну, и теперь можно идти искать какой-то турнир. Ну, то есть, получается, обычные турниры будут для нас слишком сложными. Да? Ну, вот да, вот сюда уже не возьмешь диплозуха, потому что он, как бы, ну, тут ничего не порешает. Даже если бы тут были все три. Ну, можно попытаться, да? Почему бы нет? Так, взять... Пахика. Сейчас теперь давайте возьмем... Диплозуха. Ну, может, хоть что-то он тут сможет хоть кого-то съесть. Ну, блин, ну тут 21 тысяча жизни, конечно, это... Это маловероятно. Ну, ладно. Почему бы нет? Попытка не пытка. Посмотрим его на разных аренах, и потом сейчас пойдем еще на пвп-арену, то есть, еще на третьем видеорене посмотрим. Черт под журри, ребята. Че ж ты так вольно бьешь-то, а? Мегалозавр ты. так ну что кого съест гриппа звук наш 20000 ну просто я думаю что он но он поставит защиту пару баллов я после его не смогу пробить и по звукам один балл остался но теперь я по крайней мере точно смогу пробить а там ну индорапт рубалов не останется ну что ж у нас показательное выступление сегодня 18 блин один балл только остается не уже один еще остался ну по крайней мере это у нас это было супер к такая ну сейчас конечно гриппа звук у сейчас хана ой всего лишь на 2 это больно это печалька ну на индорапта не сможет двоих завалить ну да вот так вот как-то делать ну и 7 но от этого 6 2 удара я выдержу от этого но блин уж чем творится 2 в защиту еще перенес один да наверное до 5 ну давай 4 1 балл бережет смотрите на него так ну что раз два три я его пробил 4 2 защиты может выживем внутри удара нет не выживем ребята на суток сиратов за 3 нас таки сможет пробить нет не мог пробить хану то тогда мы победили вообще языка ты наверно там чуть-чуть не хватало 1800 на 3 с бонусом там где-то не уж то ли не хватало 8000 то должно было хватать там бонус 2 и 4 каши ладно мы победили это мы можем и порадоваться ух ребятам так ну что давайте теперь будем идти на pvp тут будет как-то повеселее что ли амфибики давайте амфибиии так берем 2 диплозуха так а между ними трава ядный пойдет так не сильно ли ты крепкий так давай да наверно надо было попроще кого взять слишком моности готов сильнее смотрим на 2 600 400 о диплозух нам в противнике попался это шикарный бой так ну давайте сидим пока в защите но вообще-то мне нужно по походу сейчас подмениться ай-яй-яй ай нехорошо получилось на 4 атакует из 6 смогу ли я его пробить сейчас мы по идее должен до 4 1 2 3 и 1 2 ам-нам-нам так ну что мы пока посидим посидим всем баллов давай но видят диплозух намного мощнее чем при отродон то есть это такое довольно здоровое существо ой я его случайно прокусил так ну что диплозух на диплозуха а против этого что ты сделаешь восемь ударов ребята сука блин демоны вот такой вот у нас крокодильчик ребят так возвращаемся к нашему крокодильчику и вот смотрим на него вот такой вот у нас гибридный крокодила морф получился ребятки так что на этом ребятки с вами прощаюсь не забудьте поставить лайк и поучаствовать в опросе да кто вам больше нравится диплозух или диплозух кстати давайте вот диплозух а смотрите какие яркие красивые насыщенные цвета вообще супер да но немножко мелкого он как злой питбуль вот этот выглядит а это как кавказская овчарка гигантская какая-то в общем на этом все всем пока